Привет! Вот зря говорят, что мы живем в банановой республике. У нас же есть все, что нужно для нормальной страны. Президент, парламент, партии, правительство, народ, наконец. Может быть, зря поэт Игорь Ертенев возглашал, дескать, переписать бы карму на ново, уехать в дальние края и жить в республике банановой, как распоследняя свинья. Мы же не то, что последние, мы даже не первые свиньи. Ну, сами судите, на неделе нам показали два съезда двух правящих партий, несколько удлиненных заседаний парламента, подтверждение главы правительства отмены Деда Мороза, выход на политическую арену президента – это еще не все. Кто постарше может и помнить светлые моменты нашей жизни, когда раз в пять лет проходил очередной исторический съезд КПСС. А тут два партийных съезда на одной неделе. Да еще и двух правящих партий. Хотя нет, это такая фигура речи. Не может быть двух кормчих у одного руля государства. Зато это демократично, когда на словах страной правят три партии, но руководящая и направляющая все-таки одна. И на внеочередном съезде партии «Реформ», когда партийного начальника выбирали из одной кандидатуры, я чуть не всплакнул в этих старых временах. Вот, например, ретроградоцентристы на своем съезде таки избирали председателя на соревновательной основе. И чтобы два раза не вставать с этим сравнением, можно отметить недовольство реформистской молодежи, и их не допускают ни то что к штурвалу даже ступить на капитанский мостик не моги. Не то у центристов, пишет Эстиэкспресс, там начальничек молодежного крыла даже в правлении партии состоит. Но нет, все-таки надо сказать еще об одной несхожести двух съездов. Обозреватели, включая недоброжелатели, отмечали живое и вдохновляющее выступление Квилварта на съезде центристов. А вот Кая напомнила про те самые времена, когда генеральный секретарь произносил свою спич, уткнувшись носом в бумаге. Хорошо, хоть дикция не подкачала. Итак, реформисты вне очереди выбрали Каю на два года вдохновителем своих побед. И вот что она сообщила. Зря некоторые надеются, что она весной отправится на международную орбиту, она будет со своими партийцами до конца своего срока. Но надо понимать, что ближе к лету она таки куда-то отправится. А слова о дальнейшем пребывании в должности должны мобилизовать соратников. Они будут относиться к ней как к непреклонному лидеру. Мы же знаем, что если сейчас заявить о предстоящем уходе, ее больше не будут воспринимать всерьез ни в партии, ни в других инстанциях, как это случилось во время Сансипа. Тут будет уместно напомнить высказывание бывшего аудитора Европейской счетной палаты Юхана Парца из интервью национальному вещанию. Он про съезд сказал еще хуже, чем про КПСС. Дескать, скандал с российскими перевозками никак не элиминировать. Каков был выбор премьерки, личная выгода или безопасность государства? Люди же понимают, что она выбрала выгоду. И вот кульминация. Хуже того, вся партия реформ, за исключением Мандру Сансипа и Сигна Киви, повела себя как центральный комитет партии Северной Кореи. Сделан выбор между личной выгодой и безопасностью государства, а все молчат. Пожалуй, Юхан не совсем прав. В партии реформ состоит примерно 9 тысяч человек. А в голосовании по всей стране участвовало примерно 900 партийцев. То есть 10 процентов. Каллас получил около 600 голосов. То есть 90 процентов партийцев вообще проигнорировали выборы своего председателя, хотя для них были организованы столь любимые реформистами электронные выборы. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Так что даже эти 600 голосов получены, скажем мягко, странноватым путем. Как писали в комментариях, мы же не знаем, вдруг в этот процесс вмешались спецслужбы недружественных государств. И все-таки рановато еще говорить об отмене русской культуры в Эстонии. В редакционной заметке об этом съезде Степай Валях цитирует, чтобы, не сказать, анализирует, поведение героя русских народных сказок в сравнении с победившей Каей. В сказке Царевич преодолевает все препятствия благодаря смекалке и получает заслуженный приз. И реформисты могут думать, что в конце каденции избиратели поймут необходимость принятых решений и вознаградят их. Но! Тут необходимо одно условие. Сказочный герой, он изворотливый, но не тупой. Сказочные приключения главы реформистов на неделе завершились историей про Деда Мороза. В одном из своих многочисленных выступлений она разоблачила миф о существовании Деда, сами понимаете, Мороза. Она, как пошутит, так даже зимой в минусовую температуру найдет лужу, в которую сесть. На это открытие отреагировал радиожурналист Мирко о Якиве, процитировав письмо радиослушателя в редакцию национального вещания. Этот радиослушатель очень просит от имени многих родителей не читать громко кусок речи Калас про то, что Деда Мороза не существует. Очень хочется еще потешить детей. А бывший председатель партии реформ и бывший коммунист Андрис Ансип так прямо и заявил в своем твиттере, который теперь называется на букву «Х». «Дед Мороз существует, он каждый год приходил к нам, я сам, и дети мои, внуки пели ему песенки, рассказывали стишки, получали от него подарки, думаю, он снова придет к нам, мы его ждем». Это Ансип такой сказочник, такой наивный. Настоящий партиец не боится смотреть правде в глаза. Более того, он прямо смел, он может на всю страну сказать, что Деда Мороза не существует. А когда трусливые родители и даже видные политики пытаются обвинить Каю в разрушении сказки, подлам неверие в светлые образы Деда Мороза, Йовлу Вана, Йовлу Пуки, не говоря уже о презренном Санта Клаусе, Кая не сдается. На пресс-конференции правительства в четверг 23. ноября она ответила журналистам и всем, кто смотрел трансляцию этого замечательного мероприятия, о своем новом достоинстве. Когда дети вырастут, они поймут, что единственный человек, который им не врал, это я. Вот такая взяла и просто объяснила детям свою правдивую натуру. По-руски говорят, что иногда простота хуже воровства. Но это же не наш случай. Да, вот еще чуть не забыл сказать пару слов о выборах в партии СТ-200, которую злые комментаторы предлагают переименовать в СТ-0. Как куеформистов, это были безальтернативные выборы. То есть практически председатели не выбирают, а назначают еще до того, как началось голосование. Фигуру Арко-Окко, который высказывает неординарные мысли, типа «сейчас Россия слабая, ее надо понять, она наш сосед, и им останется», в партии расценили однозначно. Таким политикам не место в наших рядах. Но пока ряды не очистили. И там сильно не почистишь. Вся партия примерно 890 человек. Что говорит уже третий председатель за небольшую историю партии Маргус Сахнов в ответ на вопрос, чем интересна избирателям его партия? А мы добились того, что государство теперь диктует, кто, как и на ком может жениться или выходить замуж. Маргус не ограничивается прошлыми заслугами, он уверенно смотрит в будущее. Мы, говорит, первыми в Европейском Союзе создаем законодательную базу для изъятия собственности россияно-российского подсанкционного имущества. Правильно говорят, что есть и двести – это однояйцевый близнец реформистов. Главное в партийной работе – быть первыми в Европе. Но вы же тем самым нарушаете нашу Конституцию, говорят Сахни. А у нас, отвечает он, есть инстанции, которые должны блюсти, следить за соблюдением Конституции. Есть канцлер юстиции, есть президент. Мы готовы идти вплоть до государственного суда. То есть опытный партиец понимает, что лепит Горбатого, как говорили в фильме «Место встречи изменить нельзя». Мы слепим закон и так кукарекнем на всю Европу, что потом, когда его прикроет госсуд, мы скажем той же Европе «Смотрите, мы старались, из кожи вон лезли, грудью прокладывали дорогу к светлому будущему». Но не ж могли. А тем временем нашлись люди, которые демонстрируют нам стремление к светлому фашистскому прошлому. В Тарту вылезли такие или такой специалист по окончательному решению еврейского вопроса. Разуродовал памятный знак, указывающий на место бывшей синагоги. Разумеется, присобачил к нему две восьмерки, Хайль Гитлер, и свастику, без которой не мыслит себе жизни в городе добрых мыслей. Полиция возбудила дело по статье «Порча имущества». А вот когда заводили дела на водителей, машины которых украшала вывеска «Я русский», то там говорили о возбуждении ненависти. Интересная такая разблюдовка получается. Сплеску антисемитизма, безусловно, способствовал и митинг в Таллине, участники которого требовали свободы Палестине от реки до моря. И, конечно же, письмо 134 интеллигентов, поддержавших пострадавших жителей Палестины. Интеллигенты эти имеют очень странное понятие о людях. Они не вступали в защиту уничтоженных в один день 1200 евреев и взятых в заложники 200 человек. Это средневековое развлечение мародеров их не возбудило. И поскольку у нас в стране создана на редкость нервозная обстановка, то эти борцуны за свободу Хамаса от Израиля помогают и местным антисемитам почувствовать свою нужность. Как справедливо заметил обозреватель Анатолий Несмеян, попытки откровенных фриков лезть в темы, требующие аккуратного отношения, не очень удивляют. На то они и фрики. Особенно из числа тех, у которых этическая картина мира больше похожа на диагноз какого-либо расстройства. Отметиться на модной теме, добавить свое пятикопечное мнение в кассу ненависти и, разумеется, прозвучать в эфире, пролезть на страницы газет – вот их профит. Правда, среди митингующих фриков в Таллине оказался активист из братьев-мусульман. А Хамас, как мы знаем, всего лишь крыло этих братьев. Хорошо, хоть полиция безопасности его отследила и высловала. Правда, уже после успешно проведенной демонстрации поддержки Хамаса на площади свободы. Теперь Света Григорьева кается в прессе. Дескать, в письме 134-х мы, возможно, недостаточно выразили свое несогласие с Хамасом. Что мы так же скорбим по людям, убитым в Израиле, и требуем освобождения заложников. Тут мы опростоволосились. Зато вы достигли главного, попали в сводки новостей, в обзоры, активизировали антисемитов. А так, да, подумаешь, оступились. А не приходило в голову организовать покаянное письмо все тех же 134-х и тиснуть везде? А то бедная Света отдувается теперь за весь коллектив. И вообще лучше бы эти и другие общественные активисты выступили в поддержку наших людей с особыми потребностями. С Нового года государство лишает их бесплатных консультаций и такой же правовой помощи. Запущенный когда-то европроект заканчивается, люди, привыкшие надеяться на поддержку, оказываются ни с чем. Зато государство оказывается богаче на 50 тысяч евро, которое оно не выделило на помощь инвалидам. Оно же должно экономить. А на ком? Правильно, на самых слабых. Они же не пойдут на площадь требовать к себе внимания. Им и ходить-то многим не так, чтобы удобно и легко. И не больно-то их много, чтобы думать о недополученных голосах на выборах. А и правда, где взять деньги? Под мудрым руководством опытнейшего адвоката Кай Каллас мы многого добились, как страна Евросоюза. По прогнозу Еврокомиссии, падение экономики Эстонии будет самым большим в ЕС и в будущем году. Мы в прошлом были единственной страной Евросоюза, в которой падало промышленное производство и проседала экономика. Нам говорят про кризис, про сложную ситуацию, как будто Эстония видится правительству острым в штормовом океане. А не тут-то было. У нас под боком Латвия показала рост на 3,4%. Литва 2,4%, Швеция 2,8%, Финляндия 1,6%. И только у нас не рост, а падение на полпроцента. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Но правительство эти мелочи не интересует. Вот освобождается большой дом на улице Лай. Минсельхоз переезжает в дом всех министерств на американской улице. Министерство объявило административное производство для выяснения дальнейшей судьбы здания. В соответствии с законом поступили ходатайства на его покупку. Сколько? Одно. Единственное. Для чего хотели получить помещение? Чтобы в здании бывшего министерства открыть ванно-линноскую основную школу на 1200 мест. А из старого города у нас, как известно, вытекают люди и остаются там одни туристы, когда они есть. Поэтому школа, да еще основная, сообщит старому городу, что какую-никакую, пусть не бешеную, но жизнь вольет в его страдающую душу. Что же решило министерство? Министерство регионов и сельского хозяйства решило, что не считает возможным удовлетворить ходатайство. Теперь внимание вопрос. Кто ходатайствовал об открытии основной школы в старом городе на улице Вена? Таллиннская городская управа. Это все, что нам надо знать о том, как государство, его нынешнее правительство, заботятся об образовании, школьниках и развитии старого города. А вот теперь ответ на вопрос, что же сделали с таким большим зданием? Правительство республики в лице премьерки Кайкалос передало огромный дом на Вене не школе, а госпредприятию, распоряжающемуся госимуществом. Имущество оценили почти в 7 миллионов евро. Интересно, что с ними будет дальше. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok